Вырваться из оков всемирной паутины, провести время с семьей или друзьями, заняться спортом, а может быть просто прочесть книгу, к этому призывают Международный день без интернета. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Могут ли жители областной столицы провести день вне сети, узнала наш корреспондент. Ежедневно миллионы людей начинают свой день с просмотра новостной ленты или проверки почты. Кто-то сидит в социальных сетях часами, кто-то смотрит в сети кино или передачи. Другие там покупают или заказывают вещи, не выходя из дома. Все это делает нашу жизнь проще и интереснее, заставляя быть зависимыми от интернета. Однако некоторые проводят во всемирной паутине круглые сутки, потому что с этим связана их работа. Например, Анастасия работает редактором телеканала Панорама ТВ. И каждый день ей надо обрабатывать сотни новостей. Скорее всего, я целиком и полностью не смогу его провести без интернета, поскольку я являюсь редактором новостного канала. И в принципе у нас здесь невозможно провести день без интернета. Но зато я сегодня вечером смогу позволить себе это сделать. Например, позвоню маме, может быть, с друзьями свяжусь, с которыми я давно не виделась. Свою историю праздник ведет с начала 2000-х годов. Сейчас многое изменилось в мире глобальной сети. Количество интернет-пользователей значительно увеличилось с начала нулевых. Интернет проник во все сферы жизни общества. Оплата услуг, новости, покупки и многое другое. На главной пешеходной улице Твери мы узнали у жителей, могут ли они отказаться от интернета хотя бы на сутки. Конечно, мы сегодня так проводим день. Мне вообще сложно провести детей без интернета? Вообще сложно, да. Это уже зависимость. Хочется почекать Инстаграм, ВК. Легко и непринужденно. А чем бы вы занимались? С детьми, прогулками. Встретилась бы с друзьями. Да, вкусно. Бывало такое. А чем бы вы занимались? Телевизор или прогулки. Или, может быть, ну, как бы, если что-то почитать и так вот. Нет. А почему? Ну, вся жизнь в интернете. Можно попробовать провести день и вне сети так, как этого захочется. И главное, в удовольствие. Ведь в реальном мире еще не меньше интересных вещей. Продолжение следует.